Всем привет, друзья! Меня зовут Ольга Ермилова, и сегодня мы с вами в очередной раз поговорим о чем-то весьма неочевидном, но очень сильно вероятном. И сегодня мы с вами поговорим про волшебные слова. Звучит, конечно, как детская сказочка, и, возможно, это было бы похоже на детскую сказочку, если бы это так серьезно не влияло на нашу жизнь. В этом видео я расскажу вам о том, как вы сами создаете для себя большие черные ямы, как вы сами зарываете себя, создаете свою реальность, пишете свою историю и, в общем-то, сами пишете на своей лодке, как в том самом мультике про Капитана Врунгеля, беда. Итак, давайте начнем. Я хотела бы начать с очень важного утверждения, которое вы можете себе записать и вдуматься в его смысл. Можете этого не делать, но все-таки вдуматься. Итак, наши мысли создают нашу реальность, наша реальность создает наши мысли. Что мы вообще с вами целыми днями говорим? Я разделяю людей, не только я, на два таких сектора больших, как 90% и 10%. 90% обычных людей, 10% тех людей, которыми бы обычные люди хотели стать, но почему-то не становятся. У нас с вами в ментале вложено всегда говорить о чем-то не очень хорошем. Например, если вы спросите у американца «hello, how are you?», он скажет «I'm fine» и пойдет. Но стоит нам задать кому-то вопрос «как дела?», как тут же персона, кому был задан этот вопрос, воспользуется ситуацией и расскажет вам все. Про все свои проблемы, про своего шефа, про своего мужа, про своего ребенка обязательно поделится всем негативным, расскажет про свои болезни. И, в общем-то, именно на этом и строится общение обычных людей. В нашем случае это называют дружбой. Дружбой. Это мой друг, раз я могу рассказать ему все свои проблемы. Вот так у нас любят дружить, поддерживать, разделять горе. И, в общем-то, многие люди, я знаю таких очень много, даже когда у них что-то в жизни хорошо, считают неприличным говорить что-то хорошее, потому что это как бы хвастаться. Поэтому наше общение очень часто многих людей похоже на конкурс по тому, у кого хуже, где надо рассказать, что твоя проблема обязательно больше, у тебя было еще хуже. И, в общем-то, таким образом поддержать человека, вместо того, чтобы просто сказать ему, все будет классно, давай подумаем о том, как мы можем исправить эту ситуацию. Мы очень часто любим говорить о том, что у нас болит голова, и это не только как в анекдоте причина отказа для женщин от семейного секса, а реально мы любим говорить, у меня болит и голова, у меня болит нога, у меня дела не очень, денег мало, мы не можем себе этого позволить, мы бедные, сейчас дела не к черту. Говорить про войну сейчас, это прям вообще святое дело. И, в общем-то, обсуждать все, что связано с болезнями и с проблемами, ставя себя на первое место, главным персонажем всего этого действия, кажется для нас абсолютно нормальным. И вы можете мне сейчас сказать, Оль, а что ты предлагаешь? Ну, если я реально болею, если мне реально тяжело, если денег реально нет, то что мне говорить? Мне что, врать? И вот заметьте, про вранье у нас очень классный такой навязанный классный такой стереотипчик, программка, что врать нет, значит, нельзя, ни в коем случае, а вот правда она такая. Но знаете, вот это наша безграмотность, наша, простите, необразованность в самых главных вопросах, не в вопросах, кто с кем спит, ест и так далее, а в вопросах того, как устроен наш мозг, вопрос в том, как устроена наша энергия, вопрос в том, как устроено наше мышление, это мы не изучаем. Поэтому мы ноем, жалуемся и, в общем-то, называем это жизнью. А я сегодня хочу рассказать вам очень важный момент, что до тех пор, пока вы говорите то, что видите в своей реальности, а видите вы в основном проблемы, а проблемы в вашей жизни, потому что вы о них говорите, денег у вас нету, потому что вы все время произносите, что денег нет, и они не могут появиться. Ведь наши мысли создают нашу реальность в самом прямом смысле слова, с помощью энергии. Я вам скажу так, что нашему мозгу, немножко образовательной программы, нашему мозгу по сути не очень важны слова. Каждое слово это всего лишь набор букв, а вот за этим набором букв стоит энергетическая вибрация, то, что мы излучаем. Я понимаю, что очень многим людям это непонятно, но я всегда привожу простой пример. Вам и непонятно, как работает радио, и, скорее всего, вы сейчас мне не расскажете, как работает интернет, с помощью которого вы меня смотрите. Есть некие волны и частоты, которые излучаются, и с помощью которых происходят все эти соединения. Что-то их пускает, что-то их ловит. То же самое происходит с нашими мыслями. И когда вы постоянно повторяете, что у вас болит голова, что вы устали, что у вас нет сил, у вас нет денег, вам всегда не везет, у вас никогда не получается, вам это не дано, то даже удивительно, откуда у вас остается маленькая доля оптимизма на какое-то чудо, что что-то изменится. Не изменится никогда, потому что вы не даете даже возможности прийти в вашу жизнь чему-то другому. А даже если оно пролезет, вы его никогда не заметите, потому что вы твердо убеждены, что у вас этого нет и быть не может. И даже если я буду давать вам это в руки, а я это очень часто проверяю в жизни, люди будут говорить или вы будете говорить, что это обман, ложь, и не будете даже на это обращать внимания. Ваши мысли, ваши слова, они волшебные. Они несут в себе мощный смысл. То, что вы произносите, то вы и получаете. И здесь, конечно же, одна из любимейших фраз людей, которые я слышу, что сколько не говори слова халва, во рту слаще не станет. И что бы я ни произносил, вот ничего не будет. Мне надо рассказать вам еще интересную информацию на эту тему. Во-первых, я вам хочу рассказать о таком замечательном эффекте, который называется эффект бумеранга. Если вы когда-то играли с бумерангом, то вы должны знать, что бумеранг это такая же интересная конструкция, штучка, которую ты пускаешь. Она как будто бы уходит от тебя, а спустя время возвращается. Так вот, друзья, у нас у всех существует большая-большая проблема. Называется она нетерпение. И это не связано с походами в туалет. Я надеюсь, никто не умер сейчас от слова туалет, от ужаса. Это связано с тем, что мы хотим мгновенного результата. Мы считаем, что мы можем жить 20, 30, 40, 50, а кто-то значительно больше лет своей жизни. Думать, как мы думали. Создавать свою жизнь так, как мы создавали. А потом я должна произнести, я богата три раза, и на меня должен упасть сундук с деньгами. Вот приблизительно так человек относится к тому, когда он слышит ту информацию, которую я ему даю. И он говорит, ну и где мое богатство, ну и куда, ну и что. Здесь есть еще два интереснейших момента. Первое, вернемся к бумерангу, что когда мы что-то произносим и начинаем об этом думать, мы создаем некую энергетическую вибрацию, которая оформляется в некое энергетическое тело, которое запускается и обязательно возвращается к нам спустя время. Нет у нас такого таймера, мы не можем сказать, это вернется завтра, через месяц или через год, но вернется 100%. Но человек мыслит каким образом? Он всю жизнь делал что-то одно, потом три раза что-то проговорил, сформулировал, когда мы что-то говорим, мы энергетически, представьте себе, что мы лепим снеговика. И когда вы что-то постоянно повторяете, вы создаете мощное убеждение, и оно разрастается до определенных размеров. Чем больше мы это повторяем, тем больше оно становится. И вот представьте, что у вас есть вот такие, как у меня сзади, там огромные яйца, убеждения негативные всякие, что вы бедные, вот все это у вас есть, вы все это запустили, оно все к вам летит и создает вашу реальность, становится вашей картиной мира. И вот вы пару раз когда-то вспомнили, под фаршем, называется это у нас приправка, позитивное мышление, вы вспомнили, что надо сказать что-то хорошее, вы запустили такой маленький сперматозоид, он тоже к вам вернется, вернется, но он будет такой маленький, что вы его там где-то не обратите на него внимание. У нас всегда есть время на что-то негативное, у нас есть время ни хрена не делать, у нас есть время смотреть сериалы, у нас есть время обсуждать других, у нас есть время бояться, но конечно поработать над собой и делать какие-то ментальные практики или что-то полезное у нас очень мало. У нас на физические упражнения, да, у нас есть очень много времени ничего не делать, но когда пойти надо в зал, найти час времени, то это просто вот вообще практически невозможно, каждый человек сразу же становится очень сильно занят, и это, конечно, юморок, с которым мы с вами и живем, потому что так это и устроено. Так вот, вы должны с вами понимать, что когда мы с вами пуляем вот что-то такое, да, оно очень-очень маленькое, и если мы не находим время над тем, чтобы работать, над созданием нового вот этого убеждения, то, конечно, мы с вами в обратке это и не заметим, то есть что-то хорошее к нам придет, но мы не заметим. И я вам уже сказала, что есть еще небольшой нюанс, а нюанс заключается в очень интересном моменте, дело в том, что когда, например, вот вы мне сейчас скажете, Оля, у меня нет денег, если я буду повторять, что у меня есть деньги, то они у меня появятся, я вот в это не верю, откуда они появятся. Есть два момента удивительных. Первый момент заключается в том, что когда, это то, что называется осознанностью, когда человек получает эту информацию, начинает ее изучать с помощью меня или с помощью кого-то другого, он понимает вдруг, что, блин, а может быть мне попробовать? Ведь я постоянно произношу то, что со мной происходит в реальной жизни, и я вижу, что у меня действительно все так. Денег нету, есть проблемы, голова болит и прочие вещи. Но неужели, если я буду произносить, что деньги приходят ко мне легко, из неожиданных источников они начнут происходить? И вот есть такие люди, которые говорят, окей, что нужно делать? Я говорю человеку, и человек говорит, хорошо, я буду это делать, только я в это не верю. Сработает ли это? Удивительным образом говорю вам, что да. Даже если вы во что-то не верите, но регулярно это произносите и создаете энергетическое тело, но регулярно, регулярно это значит как хождение на тренировку, с регулярностью вы ходите каждый день и какое-то количество времени, 5-10 минут хотя бы этому ежедневно посвящаете. Не тогда, когда вы вдруг вспомнили, а вот ежедневно. Это принесет вам результат. Вы создадите более крепкое энергетическое тело, вибрацию, которую вы запустите, и бумерангом она к вам придет, к вам придут деньги. И удивительно, это работает даже без вашей веры. Но в тот момент, когда вы начинаете над этим работать и подключаете веру, начинаете в это верить, начинает меняться ваше мышление, потому что запускается несколько другой процесс, Ваши результаты приходят к вам быстрее и мощнее. Вот и вся разница. Но работает это и в одном, и во втором случае. Просто вдумайтесь в то, насколько это сильно. Я хочу, чтобы в этом видео вы осознали очень простую вещь, на первый взгляд простую, что то, что мы произносим, создает нашу жизнь. И до тех пор, пока вы произносите и говорите, что у вас проблемы, что у вас нет денег, пока вы озвучиваете свою реальность, Такое, как она есть, вы ничего не сможете поменять. Вот так интересно устроена наша жизнь. Для того, чтобы мы могли что-то изменить, это знаете, как стоять перед котлованом и говорить, дома нет, здесь дома нет, здесь квартир нет, здесь парадного нет. Понятно, что нет. Но вы можете нарисовать дом, который здесь должен быть. Вы можете каждый день начать думать над тем, какой здесь дом. В какой-то момент, когда ваша вера окрепнет, вы увидите, что в вашу жизнь и в вашу голову начнут приходить идеи, как построить дом. К вам начнут приходить люди в вашу жизнь, которые вдруг окажутся, что они собираются строить дом, что они ищут землю под дом. Дом, вдруг, вот эта ситуация начнет притягивать к вам каких-то людей. Вы начнете что-то слышать и видеть, что поможет вам этот дом воссоздать. Это не волшебство про то, что дом появится сам по себе. Это волшебство про то, что к вам начнут подтягиваться необходимые люди, ситуации, обстоятельства, которые помогут вам это реализовать. Но прежде всего это должно быть в вашей голове, потому что в противном случае вы попросту не увидите эту возможность. В следующий раз, когда вам захочется сказать «я плохо себя чувствую», возьмите и скажите себе «я прекрасно себя чувствую» и повторяйте так 5-10 минут. Просто повторяйте и вы увидите, как работает эта магия. Я хочу, чтобы вы осознали, что каждое слово, которое мы произносим, наделено определенной энергетикой. И если я сейчас произнесу вам слово «война», то ваш мозг испытает дискомфорт, даже если не увидит никакой картинки. А если я скажу вам «я люблю тебя», то вам станет тепло и приятно, даже вне зависимости от того, что мы с вами не знакомы. Потому что для вас эти слова излучают особую энергетическую вибрацию. Почему в моменты слабости, в моменты трудностей нам так важно, чтобы кто-то сказал «эй, ты молодец, я в тебя верю, у тебя все получится». Почему незнакомый человек, который может написать нам это в сообщении, вдруг поможет нашему мозгу испытать совершенно какие-то новые вибрации и почувствовать прилив сил? Потому что каждое слово имеет значение. Почему, когда кто-то говорит тебе «ненавижу», ты ощущаешь сразу же негативное ощущение и тебе хочется спрятаться? Почему любое признание в любви, любое признание в том, что ты в чем-то хорош, сразу же дает вам мощные силы? Я хочу дать вам простое упражнение, которое поможет вам начать изменения в этом направлении до тех пор, пока вы не примете осознанное решение этим заняться. И, конечно же, не выберете себе группу людей, наставника, меня, какой-то проект, марафон, где вы сможете это сделать. Потому что в группе людей эта работа пройдет гораздо быстрее и безболезненнее. Итак, я хочу предложить вам следующий момент. Всякий раз, сейчас, когда вы захотите, посмотрев видео, фильм, встретившись с человеком, сказать ему какое-то замечание, недочет, что что-то не так, что дать ему оценку, как-то прокритиковать. Подумайте, скажите себе «Стоп! А что я могу найти хорошего? Что я могу сказать хорошего этого человеку? В чем я могу его похвалить? В чем я могу его поддержать? Что я могу сделать со знаком плюс?» В следующий раз, когда вам захочется сказать, что у вас что-то болит и вы устали, подумайте о том, а за что вы можете поблагодарить себя или этот день. Подумайте о том, как бы вы хотели себя чувствовать и произнесите вслух это. Почувствуйте, что вы сейчас не устали в конце дня и вы изнемождены, а что вы сейчас находитесь в прекрасном состоянии. И вы сегодня большой молодец, потому что однозначно есть что-то классное, что вы сегодня сделали. Даже посмотрели это видео и дали возможность своему мозгу получить не информацию про проблему, ковид, войну и то, что все умрут, а про то, что ты можешь поменять свою реальность, про то, что ты можешь жить совсем другой жизнью. Начиная хотя бы с того, чтобы произносить другие слова и создавать в своей голове другие слова. Ведь мысли это подготовительная платформа к созданию тех слов, которые вы скажете вслух и которые затем приобретут некое энергетическое тело, которое запустится дальше. Я хочу, чтобы вы начали думать о хорошем, чтобы вы перестали быть тем самым реалистом, человеком, который подчеркивает несовершенство реальности, а начали думать о том, о какую реальность вы хотите и попробовали хотя бы немного поиграть в эту игру. И я вас абсолютно уверяю, что вы начнете замечать, как ваша жизнь будет преображаться. И запаситесь терпением. Возможно, к вам еще прилетят бумеранги, которые вы уже запустили со знаком минус. Приготовьтесь, словите эти бумеранги и поблагодарите вселенную за то, что вы наконец-то осознали, почему они к вам приходят. И начните, в конце концов, запускать новые бумеранги. Возможно, это не очевидные вещи, о которых я говорю, но они так работают. И я очень хочу, чтобы в жизни каждого из вас начались самые лучшие изменения, чтобы вы становились сильными, чтобы вы становились мудрыми, чтобы вы становились осознанными и богатыми. Потому что чем больше нас таких будет, тем интереснее нам будет жить в этом мире. Мне будет очень интересно услышать ваши комментарии. И за любые слова поддержки, ваши лайки и репосты я вам всегда благодарна.